Девушки отдыхают Одесская мэрия должна выплатить предприятию 320 миллионов гривен долга Суды принимают решения разные Есть решения в отношении меня и по городу И вы знаете, не со всеми я согласен Есть решения, которые я не выполняю В администрации Лузановки отрицают, что берут взятки за установку ларьков Вранье, полное вранье Эти и другие события в материалах наших корреспондентов Скандал в обл администрации Во время сессии депутат Одесского облсовета от фракции Батькивщина Александр Борняков не вынес затянувшегося самолюбования губернатора И отчитал его на повышенных тонах Депутату пригрозили удалением из зала За событиями наблюдала Дарья Сидоровская Депутат Александр Борняков не выдержал спича губернатора И после неудачной попытки прервать говорящего покинул зал заседания Значит Александр Сергеевич Мне сейчас вывести вас из зала Да запросто Эдуард Матвичук, который в очередной раз увлекшись Вещал о пользе народного бюджета Был явно застегнут расплох Я хотел своим поступком показать, что время, которое потратил наше время Время депутатов, которое тратит губернатор Которое тратит руководство облсовета на изучение бесполезных вопросов Или вопросов, которые никаким образом не улучшают жизнь людей Надо им показывать свою спину Потому что я показываю отношения народа сегодня к ним Глава облсовета высказался в защиту губернатора Дескать, губернатор говорил в пределах регламента Это право каждого Я вам скажу так Чем ближе будет состояние выборов И чем больше будет разговоров о каких-то досрочных выборах Перевыборах и так далее и тому подобное Таких поведений будет все больше и больше Выбернатор нарушила регламент или нет? Вы знаете, на самом-то деле для доклада Регламент предусматривает 15 минут Вот и все Это было на доклад? Конечно В целом сессия прошла традиционно Присутствующие депутаты успели по телефону поговорить И ролики на ютубе просмотреть А самые любознательные даже читали газеты Впрочем, голосовать народные представители тоже успевали за троих Дарья Сидоровская, Вадим Шпаченко, Даршин Дурович, Евгений Оброславец, Новая Одесса Сегодня утром задержан заместитель начальника в радиоевского райотдела милиции Его обвиняют в превышении служебных полномочий В частности, инкриминируется сокрытие преступлений Также в областной Николаевской прокуратуре сообщили, что инициировано дополнительное изучение материалов по фактам правомерности действий Сегодня по всей Украине проходят акции протеста против милицейского произвола Такая акция, так и не ставшая многолюдной, прошла и в Одессе на театральной площади По поступившей на данный момент информации у третьего задержанного и подозреваемого в изнасиловании во Врадиевке капитана Дрыжака В ночь дежурства была возможность покинуть пост и совершить противоправные действия Этот факт уже признан прокуратурой Буквально вчера корреспондент телеканала «Новая Одесса» обнаружил ларек, который Суворовская прокуратура с помпой и прессой торжественно снесла месяц назад Вывезенный на штрафплощадку МАФ не только вернулся на свое место, но и обзавелся дополнением в виде наливайки Дмитрий Долматов подробно выяснил, сколько стоит наплевать на закон и кому это выгодно В беседе с арендаторами и реализаторами ларьков нам удалось узнать, что о возвращении МАФа со штрафстоянки можно договориться И не с кем-то, а с самими инициаторами сноса – КП Лузановкой и Суворовской прокуратурой Демонстративно взяли, вывезли эту будку Подняли краном Я ездил и забрал Забирали ее? На штрафплощадку А так это ваша будка? Не, ну, в аренду мы брали там Что мы возьмем? Пустое место Вы платили? Поехали, забрали За эвакуатор проработать, платили 100 долларов Ну, то есть это в прокуратуру надо платить? По-разному, есть через администрацию, инстанцию А, это через администрацию КП Лузановка? А как дешевле вообще? По-любому, все через администрацию Директор КП Лузановка признавать факт взятки категорически отказался Вранье, полное вранье Ну, что я опровергаю, этот человек, если пусть придет, пусть станет перед камерой и повторит эти слова же А заместитель прокурора, курирующий снос торговой точки, который, кстати сказать, очень удачно ушел в отпуск, происходящее комментировать вообще отказался В КП Лузановка нам объяснили, что у продавцов самовольных точек нет необходимых документов, а значит нет и права на установку ларьков Однако выгнать на холстройщиков не так-то просто, у администрации пляжа на это нет полномочий То же самое нам ответили в горсовете Для того, чтобы выбрать торговлю на проезжей части, мне нужен документ, который позволит осуществить снос Такого документа нет, потому что старые, еще раз рассказываю, старые положения о малых архитектур и формах сессии отменила, новые не приняла Получается, что установить МАФ можно за одну ночь, а вот на демонтаж требуется несколько недель, а то и месяцев В прокуратуре Суворовского района нам заявили, что уже есть постановление на снос торговых павильонов И уже завтра рабочие повторно демонтируют будки Подтвердить свои слова на камеру сотрудники милиции отказались Контроль результатов работы прокуратуры осуществляют Дмитрий Далматов, Эдуард Шендорович, Новая Одесса Депутаты облсовета против ликвидации аграрного университета Они подписали обращение к Абмину с рекомендацией не объединять Одесский аграрный университет и Академию пищевых технологий До проведения обсуждения с трудовыми коллективами вузов Вчера ректор аграрного вуза обещал блокировать работу облсовета А сегодня вопрос о ликвидации университета на повестке дня оказался первым Этому вузу 100 лет Если мы так будем разбрасываться, будем их ликвидировать Извините, что за история Одессы и Одесской области останется после нас? Впрочем, несмотря на принятие решения, единогласие в этом вопросе не достигнуто Кто заводит этих ребят? Если это заводит профессорско-преподавательский состав, я бы хотел понять тогда Какие большие научно-исследовательские достижения были за последнее время Скажем, осевшими в портфель той или другой кафедры этого аграрного университета В облсовете с опозданием, но пообещали, что мнения преподавателей и студентов университета учтут Никаких телодвижений в направлении слияния, объединения Без согласования с трудовым коллективом и с органами местной власти быть просто не может Депутаты подготовили обращение с просьбой урегулировать ситуацию вокруг аграрного университета Отметим, что принятое к обменам решение об объединении двух одесских вузов Вызвало бурю негодования у студентов и преподавателей Особенно возмущены будущие ветеринары, которые опасаются, что в результате слияния Из врачей для животных превратятся в зоотехников Они не только вышли на митинг по зданию облсовета, но и перевели с собой будущих пациентов В чьих словах истинно и в каком вузе на самом деле будут учиться студенты, узнаем в сентябре Наш канал следит за развитием событий Дарья Сидоровская, Даршиндорович, Новая Одесса Одесская мэрия должна выплатить предприятию 320 миллионов гривен долга 20 июня этого года такое решение принял Одесский апелляционный суд Он подтвердил постановление хозяйственного суда Одесской области Которое частично удовлетворило требования компании Инфокс Водоканал О взыскании разницы между установленными и экономически обоснованными тарифами За 2008-2010 годы с учетом инфляции В мэрии пока не решили, будут ли дальше судиться с частной фирмой При этом и постановление суда исполнять не торопятся Мы будем вести переговоры Мы не можем отвечать за решения судов Суды принимают решения разные Есть решения в отношении меня и по городу И вы знаете, не со всеми я согласен Есть решения, которые я не выполняю Напомним, ранее мэр судился сам с собой В 2008 году, будучи народным депутатом Алексей Костусев обратился в антимонопольный комитет Украины С требованием отменить тарифы на услуги по содержанию домов и придомовых территорий Тогда их увеличили в 4 раза Ведомство подало иск Однако решение хозяйственный суд Одесской области вынес только месяц назад Он признал увеличение тарифов незаконным Самое интересное, что мэрия решила это постановление оспорить И подала апелляцию 25 июня этого года В кабинете министров рассматривают вопрос о принятии постановления Которое может существенно ухудшить условия оплаты труда учителей Подробности у Дарьи Сидоровской Владимир, молодой преподаватель, уверен Все надбавки для учителей стимулируют их к работе А некоторых и держат на должности Новое постановление Кабмина относительно оплаты труда педработников Приведет к тому, что в школах останутся только те, кому в принципе идти некуда Доплата соответствует категории То есть чем больше человек работает в системе образования Чем выше его квалификация Тем больше, соответственно, он должен получать В соответствии с этим есть надбавка за выслугу лет То есть для того, чтобы выпускники сразу не бросали школы По три года от работы Молодой специалист начинает получать после трех лет стажа Десятипроцентную надбавку Следующую надбавку он получит либо с получением категории Или с защитой какой-то квалификационной работы Вот эти вот надбавки за звание и за степень Это то, что стимулирует в какой-то мере молодежь расти над собой Новое постановление не только снимет льготы, но и урежет оклады Например, скасовывается надбавка за престижность педагогической работы Та, которая сегодня есть, соответственно, до постановки Кабинета Министров И в связи с этим, фактически, педагогические работники Будут втрачать от 294 до 361 гривны насправде В своей заработной плате Работники библиотек потеряют 50% своего должностного оклада Очевидно, что необходимо предусмотреть и сохранить выплату надбавок В размере 20% должностного оклада педагогическим работникам А также повысить должностные оклады за звание Иначе зарплаты учителей не только не вырастут, но и уменьшатся Не может нищий учитель учить, чему-то научить детей, богатых родителей Дарья Сидоровская, Сергей Самойлов, Новая Одесса Одесситам запретили купаться возле дельфинария В мэрии ликвидируют спуски к морю Ранее инвесторы и чиновники обещали На новой набережной отдыхающие могут получить весь комплекс пляжных услуг бесплатно Однако теперь это только прогулочная зона В мэрии считают, что купание в этом месте опасно для жизни Об этом сегодня сообщил первый заместитель Одесского городского головы Николай Ильченко Данный пляж не приспособлен для купания Поскольку в то время, когда там штормит Это подвергает чрезмерной опасности людей Мы сейчас, во-первых, укрепим перила Во-вторых, там есть лестницы, которые мы заварим металлической дверью И повесим объявление, что купание в этой зоне запрещено Недавно в районе дельфинария уже произошла трагедия Во время шторма здесь утонул Одессит Еще один пострадал из-за некачественного ограждения Мужчина облокотился на перила, которые не выдержали его веса и сломались Одессит упал с помоста набережной на плиты и сломал руку Спустя месяц после урагана Одесса все еще преодолевает его последствия Но если на основных улицах города к этому моменту дела более или менее наладились То в парковой зоне к уборке, судя по всему, еще никто не приступал О проблемах центрального парка нашего города Пеший контроль Вадим Ашпаченко Центральный парк культуры и отдыха имени Тараса Григорьевича Шевченко Сегодня именно тут мы проведем свой пеший контроль В честь поэта этот парк назывался не всегда До прихода советской власти он был Александровским В честь императора Александра II, который подумать только В день открытия парка высадил тут дуб Тут можно ездить? Посадка на этом месте, согласно документам, была еще в первой половине XIX века Но тогда эта территория к городу не относилась Она быстро одичала и заимела дурную славу В современности спустя месяц после урагана завалы все еще не убраны Ну мы думаем спустя год только уберут Почему спустя год? Ну зная наши власти, которые никак на это в принципе не реагируют Центральный Одесский стадион впервые после реконструкции готовится принимать Еврокубки Они большие и страшные А как там наверху вообще? Расскажите нам Нормально, отлично Здравствуйте Добрый день А что фоткаете? Что хотим, то и фоткаем Уберите, пожалуйста, этот Хорошо? Я разрешили этого не давал на то, что меня снимаете Выключи, пожалуйста Вы так агрессивно настроены Я не люблю, когда подходят и снимают Вы депутат? Мужчина, не обижайтесь на нас Посреди дороги выросло дерево В конце концов, это же парк Это темная сторона парка Шевченко Когда-то тут был асфальт То есть это не просто протоптанная какая-то дорожка в заросли Нет Не бойся, пока у нас камера нас не обворует Или наоборот Если говорить без шуток, то, конечно, это не самое лучшее зрелище Очень много мусора Заброшенные, собственно, деревья И это в непосредственной близости от Аллеи Славы Ура! Мы вышли из дремучего леса Глядя на эту изгаженную информационную доску Приходит понимание, что, наверное, одесситы довольствуются таким центральным парком, на который заслуживают Допустим, полные? Да, посмотрите До краев Я не вижу Мы встретились Со стаей бродячих собак Они нас окружают, смотри Уходим Пресса В городсовете заседание штаба по ликвидации последствий ураганов А вы не можете? Нет, я не могу помочь Директора коммунального предприятия мы не встретили На этом наш сегодняшний пеший консорий закончится Вадим Шпаченко, Сергей Самойлов, Новая Одесса В Одессе на Думской площади прошла ежегодная ярмарка вакансий По словам организаторов, в этом году работы для молодежи стало больше Так ли это на самом деле, выяснял Дмитрий Долматов Все ярмарки вакансий прямиком на работу Возможно ли это, мы сейчас узнаем Мы предлагаем работу младшего инспектора в отдел режима охраны Принимаем на службу в молодых людей в возрасте до 35 лет Если человек имеет отношение к командной какой-то стезе То есть, допустим, он служил в армии с сержантом С сержантом, ему будет специальная работа командира отделения и тому подобное Я хочу устроиться на работу в зоопарк Что мне для этого нужно? Во-первых, любить животных, очень Быть старше 18 лет И знать о том, что вы, если идете в зоопарк, это место повышенной опасности Потому что все работающие в зоопарке, все работают рядом с дикими животными А вот сотрудники зоопарка, они получают какие-то бонусы от работы? Допустим, бесплатно прокатиться на верблюде или что-то в этом роде? Ну, вы знаете, сложно, у нас это делают арендаторы Катание верблюдов на животных, это дело арендаторов Врач, сантехник, военный Все профессии нужны, все профессии важны Но какую работу стремятся заполучить студенты, сейчас мы узнаем Кем хотите быть? Строителем Хочу строить наш город, строить наш город, чтобы он расцветал и процветал На какую работу хотите устроиться? Не знаю, на какую-нибудь А пожелания есть? Есть Инспектор отдела кадров Не знаем, мы мимо идем Танцором хотите стать? Да Хочу стать танцором Художником И художником Таксистом Нет На рынке труда не хватает рабочих специальностей Очень мало людей с опытом работы И имеющие достаточную квалификацию, чтобы занять специальности рабочей сферы Заводы стоят, одни менеджеры в стране Да, так и есть Вакансий много, правда мало кто хочет работать менее чем за 2000 гривен Примечательно, что творческая работа самая низкооплачиваемая На ярмарке вакансий были Дмитрий Долматов, Сергей Самойлов, Новая Одесса Это все новости к этому часу Если у вас есть проблема, в решении которой может помочь внимание общественности, звоните нам Телефон горячей линии 706-38-96 Наш выпуск завершает прогноз погоды В студии был Антон Равицкий Всего хорошего Прогноз погоды от страховой компании ТЕКОМ За данными Центру погоды, у п'ятницю, 5 липня в Одессе протягом дня будет малохмарным Вітер північно-східних напрямков 5 метрів на секунду Атмосферный тиск 758 мм в ртутного стовпа Відносно вологість повітря 66% Температура повітря вночі 21-24 В день 23-27 градусов з позначкою плюс Не вистачило впевненості Страхова компанія ТЕКОМ Впевненість у квадраті